Добрый день! Сегодня рассмотрим массивную головоломку от Lanlan. Коробочка безымянная. С недавних пор компания стала подписывать свои коробочки, но здесь названия еще нет. Головоломка не новая, хотя купил ее не так давно. Напомню, что я решил собрать все шейф-моды с кьюбов, и это один из них. Называется Lanlan Curvy Rombohedron Cube. Как-то так. Могу путать. Здесь у нас JLIN или PIN. Уже забыл. Наверное, LIN все-таки. И логотип Lanlan. Похожая головоломка есть вот такая. Здесь DDR, логотип Lanlan. И они внешне очень похожи, и название у них такое же. Только этот 3х3, а это с кьюб. То есть вот трешки, а это с кьюбы. Больше сходства у этого шейф-мода с кьюба вот с таким кубиком. Это называется с кьюб. У них много общего, но есть и разница. Главное отличие в том, ну не то, что это крупный какой-то ромбо-параллепипед, а это просто кубик, а в том, что здесь треугольный элемент симметричный, а здесь несимметричный. Здесь не нужно ориентировать, а здесь нужно. Ну и форма, конечно, отличается. А так элементы очень похожие. Вот такой вот центр, и тут такой центр. Ну треугольные элементики, и вот такие вот уголки. Я про с кьюб рассказывал 10 анбоксингов назад. Можете посмотреть, кому интересно. Возможно, повторюсь уже не первый раз, но для того, чтобы приступать к сборке шейф-мода с кьюба, нужно сначала определиться, где у него какие элементы. На обычном с кьюбе мы можем заметить 8 углов одного типа и 6 однотипных центров. Здесь тоже 14 элементов. Из них 6 это центры, а 8 углы. Легко можно найти 6 вот таких вот трехцветных элементов одной и той же формы. Один, второй, третий. Вот три штуки. И здесь еще три. И это наши центры. Они трехцветные. Вот эти треугольнички, их тоже 6. Можно было подумать, что они центры, но на самом деле они углы. Также нам подскажет такая особенность. Вот у нас один элемент, и вокруг него 4 других. Это центр, а это 4 уголка. При перемешивании глонг меняет форму, но не по всем осям. Вот по этой оси, если вращать, то форма не меняется. Но если вращать по другой оси, то форма уже меняется. Как и на классических с кьюбах, здесь есть фиксаторы в виде подшипников. Поэтому глонг такой треск издает при вращении. Это нормальное явление, но зато есть фиксация, в отличие от скью-скьюба. Хотя название последнего, конечно, поприятней, чем этот курви-ромбо-хидрон-скьюб. Давайте вот так посильнее перемешаем и попробуем собрать. Сначала на скьюбе, давайте его перемешаем, на обычном. Нужно собрать один центр, и вокруг него 4 угла. Сделать это нужно интуитивно, любым способом. Главное уголки правильно ориентировать. Здесь же у нас требует ориентации только 2 угла из 8. Вот как раз они оба. Поэтому я начну сборку с одного из них. И собирать буду вокруг. Давайте возьмем вот этот, черно-зелено-красный. Ну, на скью-скьюбе. Начинал с бело-зеленого-красного. Здесь расцветка немножко другая. Но вместо белого здесь черный. Давайте с него начнем, хотя это не так уж и важно. Можно сюда поставить черно-зеленый тройной трехцветный уголок. Вот он. Подводим. Ну, не угадали сторону. Отводим в сторонку. Разворачиваем. Подводим еще. Все хорошо. Ну, видим, что здесь уже 2 угла встали. Давайте их уберем. Чтобы было хоть чуть-чуть поинтересней. Вот как-то так. Сюда нужно черный треугольник. Сюда красный. Сюда зеленый. И из любого положения мы просто подвигаем этот уголок. И он становится как надо. Даже если мы его развернем, он все равно встанет как надо. Так как он симметричный и его ориентация не важна. Сюда подводим красный. Есть красный. И сюда подводим зеленый. Так. Так. Поэтому лучше начинать с трехцветного. Его ориентация важна. Если бы мы его оставили напоследок, то пришлось бы восстанавливать еще один уголок. Так как при развороте он бы сдвигался с места. Ну а если ориентация не важна, то в одно движение уголок ставится. И вот у нас первый слой собран. Напомню, что на любом скьюбе верхние углы сразу стоят на своих местах. Остается их только правильно ориентировать. Вот посмотрим. Вот у нас уголок стоит на своем месте. Вот синий-красный, синий-красный. И ориентирован правильно. Этот синий-оранжевый, синий-оранжевый на своем месте. Но развернут не так. И здесь может быть восьмерка. Либо вертолет. Здесь же. Вот у нас первый слой. И вот этот у нас верхний. Вот четыре угла. Вокруг какого-то центра. Здесь у нас вот эти три треугольника. Они уже правильно ориентированы. Нам остается только посмотреть, как ориентирован трехцветный. Если он ориентирован неправильно, просто его развернуть. В нашем случае красный с красным совпадает. Значит ориентирован он правильно. И можно этап ориентации углов пропустить. Но может быть и не так. Давайте смоделируем. К примеру, вот такой случай. Первый слой собран. А вот этот не совпадает. И нам требуется разворот вот этого уголка по часовой стрелке. Нам всегда придет на помощь вертолет из обычного скьюба. Вот первый слой собран. И здесь вертолет. То есть четыре угла нужно развернуть. Если мы будем делать пиф-паф, который соберет нам все углы из вот такого положения, то у нас передние два угла развернутся против часовой стрелки, а задние два по часовой. Поэтому для того, чтобы наш уголок развернулся так, как нужно, а именно по часовой, его просто нужно расположить сзади и сделать пиф-паф. Вот два угла спереди, два угла сзади. И делаем пиф-паф. Вот этот центр верхний, вот этот передний. Смотрим, что получилось. У нас первый слой собран. И вот здесь вот все совпадает. Если бы было нужно развернуть его против часовой стрелки, мы просто оставили бы его спереди и сделали такой же пиф-паф. Это интересная особенность конкретно вот этой головоломки. На скью-скьюбе такого нет. Дальше нам нужно переставлять центры. Делать это будем юпермом. На обычном скьюбе это выглядело бы вот так. Но здесь сейчас желтый стоит на месте. Если бы его не было, мы бы расположили его сзади, белый центр снизу, собранную грань, и отсюда желтый перешел бы сюда. Делаем пиф-паф, перехват у-2 и еще пиф-паф. То же самое повторим и здесь. Но здесь вместо какого желтого центра должен быть трехцветный. Легко посчитать какой. Красно-желто-зеленый центр должен быть здесь. Напротив, нет, не этого. Не так взял. Вот у нас первый слой. И напротив должен быть вот здесь. Желто-синий-оранжевый. Его и поищем. Это не тот. Вот он. Вот нам нужный центр. Его нужно расположить сзади. Вот наши четыре уголка верхних. Отсюда он перейдет сюда. Это верхний центр. Это передний. Он, к сожалению, разрушится. Но сделаем пиф-паф. Сейчас мы вращали относительно вот этого уголка центра. Разворачиваем на 180. То есть диагональный уголок. Делаем еще пиф-паф. Смотрим. Тут все цело. Здесь центр встал на место. Даже правильно ориентированно. Ну и остается расставить по местам остальные. Тут все четыре стоят не на своих местах. Поэтому придется юперм еще делать дважды. Но сначала мы слева-справа располагаем собранные. И делаем один юперм. Пиф-паф. Перехват на 180. Еще пиф-паф. Смотрим, что получилось. Что-то встало. Так, это у нас боковые. Вот один центр встал на свое место. Правильно ориентировался. И три центра еще нужно переставить. Верхний центр должен идти вперед. Вот здесь желто-зелено-оранжевый. Здесь место не его. Поэтому разворачиваем. И вот сюда теперь пойдет. Делаем то же самое. Пиф-паф. Перехват. И еще пиф-паф. Так. Ну и в итоге у нас собираются по местам все элементы. Остается два центра развернуть. Покажу комбинацию для разворота двух центров. Переднего и заднего. Делаем из такого положения два пиф-пафа. Перехват. Y2. И еще два пиф-пафа. У нас разворачиваются два вот этих центра. Если нужно развернуть передний и верхний, то мы просто верхний сдвигаем назад. И делаем тот же алгоритм. Если нам нужно развернуть передний, верхний и левый и правый, то можем сделать шесть пиф-паф. Ну и комбинировать эти алгоритмы для получения нужного результата. В нашем случае нужно развернуть два центра рядом. Один из них отправляем назад. Вот передний и вот задний. Делаем два пиф-пафа, перехват и еще два пиф-пафа. Один пиф-паф. Второй пиф-паф. Уже все красиво. Перехват. И еще. Один пиф-паф. Второй пиф-паф. Ну и отменяем сетапов. Вот у нас собран в курве ромбо-хидрон с кьюб. Надеюсь, я правильно его произнес. Интересная головоломка. Что меня больше всего порадовало, что это не одно и то же со с кью с кьюбом. Есть интересные моменты. Причем, используя вот эти одноцветные углы, можно и ситуацию с разворотом четырех центров решить за два пиф-пафа. Для этого нужно просто на верхнюю грань разместить четыре одноцветных центра. И сделав просто два пиф-пафа, мы развернем четыре центра. Вот у нас четыре уголка сверху. Делаю два пиф-пафа. Вокруг, давайте вот этого центра. Один. Второй. Нужно отменить сетап-мов. Вспомнить бы, такой я делал. Ну, вроде вот так. Да. Все хорошо. Кажется, что получилось месиво. Но на деле у нас все углы стоят на местах. И развернуты четыре центра. Центры тоже все на местах. Развернуты какие? Передний, верхний, правый и левый. А на других шейп-модах для подобного же достижения нужно было делать шесть пиф-пафов. Почему так произошло? Если мы сделаем два пиф-пафа на обычном скрюбе, у нас развернутся углы и развернутся центры. А именно передний, верхний, правый и левый. Когда мы перехватываем и делаем еще два пиф-пафа, у нас углы возвращаются, правый и левый центры разворачиваются в исходное положение и остаются развернуты передний и задний. Но если мы вторые два пиф-пафа делать не будем, то у нас развернутся четыре центра, а углы потеряют свою ориентацию. Но при условии, что ориентация верхних углов не важна, мы просто за два пиф-пафа развернем четыре центра. И это интересно. Правда я еще не научился быстро просчитывать, как это вернуть обратно, поэтому оставим так. Интересная головоломка, вращается приятно хорошо, несмотря на то, что она по-моему стоила дешевле, чем с кью-скьюб. Забавный шейп-мод, рекомендую любителям затейливых головоломок. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.